Их не нужно просить дать лапу. Они тянутся через прутья варьера к человеку, как бы прося, забери меня с собой. Мне так хочется, чтобы ты стал моим хозяином. И грустно смотрят вслед уходящему человеку. А другие, гордо восседая в своих будках, не обращают на людей никакого внимания. Видимо, обиды зашкаливают. Говорят, слышен веселый собачий лай. Нет. Здесь, в приюте Доброта, собаки грустят и лай у них какой-то грустный. Хотя именно в Доброте они нашли и кровь и пищу. Их много. И забот у волонтеров приюта немало. Потому помощь нужна всегда и как можно больше. Ведь прокормить этот собачий кошачий прайд очень непросто. Помогают многие. И, приехав единожды, возвращаются. И эти молодые люди, которые привезли корм и средства гигиены, вернутся. Потому что делали это от чистого сердца. И потому что даже мужчины, глядя на этих животных, чуть сдерживали слезы. Каждый год наша организация помогает животным. И, конечно же, я неравнодушна к этому. Потому что животные – это наши братья. Это наши, можно сказать, вторые дети, за которыми нужен уход. Они также требуют внимания. Я была немножко удивлена, насколько наши сотрудники неравнодушны к этому. И спасибо всем. На протяжении месяца Ленинская районная организация БРСМ проводила акцию «Дай лапу» по сбору зоотоваров для бездомных, нуждающих животных. Резкая пограничная группа не могла быть со стороной данного мероприятия. И по всем своим максимумам провела сбор средств и закупила все возможное для наших животных. Антон, собачек любите, наверное? Собачек очень любим. Как никто другой пограничник должен знать, что такое собака, с ней работать, с ней взаимодействовать – это лучший друг для пограничника. Мы берем дома милых маленьких пушистиков котят, славных игривых щенят, которые как-то так очень быстро имеют свойство вырастать. Они портят мебель, линяют, лают в квартирах, мешают. А раз так человек сильный мир сего вышвыривает домашних любимчиков на улицу, вывозит в лес, в другие районы, чтобы дорогу назад не нашли. И с этого момента братья наши меньше становятся бомжами. А еще они не нужны тогда, когда превращаются в стариков. А старики болеют, глохнут, слепнут. У них отказывают лапы, и тогда тоже вон. И вот тогда эти лорды и герцоги, Шарлоты и Миледи, Арчибальды и Бетховены, какие знатные имена, теряют свой дом. А домов престарелых для собак пока не придумали. А вот так гостей встречает красавица Белла, которая живет в мини-госпитале Нины Осиповой. И таких, как Белла, в доме этой женщины 50. В большинстве своем больные животные. Кто-то уже оклемался после жестокого обращения, кого-то еще лечат, а кто-то умирает. Грустную историю про каждого питомца Нина Владимировна рассказывает спокойно. Это, наверное, человек просто или он раздается со страданием, либо его нет и не будет уже никогда. Просто человек смотрит на свою собаку, которая погибает, и он не оказывает ей помощь. Ему не жалко. А у меня, зная, что на Минском море бродит сейчас пёс слепой, глухой, я его вот не могу забрать. Я чувствую его боль, понимаете. У меня болит сердце, потому что у него сердечная недостаточность, и болит сустав, потому что у него артроз сустава. Тот человек, кто жесток к животным, так же ведет себя и с людьми. Мы можем судить о характере человека по его отношению к братьям нашим меньшим. Маленькая Лола, любимица хозяйки, умирала на глазах у «очень добрых» людей, назвавших эту кроку «очень злобным псом». Нина Владимировна ее выпистывала и никому уже не смогла отдать. Вот это такой страшный был пёс, что семья боялась вся выйти. Вот, и она оказалась еще слепой, и она живет у нас уже 5 лет вот с тех пор, и подружкой стала. И у меня из-за вот проблемы со спиной болит нога, и она сегодня вечером приходит, мне эту ногу лизнет. Лечит. Она понимает, да. Я очень люблю животных, и родилась буквально два года назад идея о том, чтобы реализовать в Ленинском районе данную акцию благотворительную. И на наше большое приятное удивление в этом году к нам подключилось еще больше молодежи, и предприятия, организации района, и учреждения образования. И вот сегодня мы здесь для того, чтобы сделать такое доброе дело. В эти новогодние рождественские дни мы говорим о добре, милосердии, любви к близким, родным, любимым. Но стоит помнить, что и братьям нашим меньшим наша любовь тоже очень нужна и очень важна. Я скажу вам всем, что ваша помощь дает мне жизненные силы. Ну это реально, это не слова такие, вот, ну какая-то фраза взятая из... Откуда-то. Откуда-то там, да. Потому что когда я понимаю, что я не одна, но мне иногда, ну мне действительно, вот, я появляется какая-то энергия. Я понимаю, что я делаю что-то такое, что, ну кого-то еще там интересует. Лариса Осмолович, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели».